Давайте я так скажу, что, ну, во-первых, советский режим, так, если по чесноку, то во многом, так сказать, копировал все, что было до него, и, в общем, использовал все приемы. Была церковь, стал дом культуры. Был царь, стал генеральный секретарь. Ничего нового изобретено советским режимом не было. Просто по-другому называлось. Наш коллега и мой друг Александр Добровинский, известный адвокат, вообще открыл не так давно целое направление в антиквариате, которое называлось Агитлак. Это когда оставшиеся в 18-м году без работы иконописные мастерские, которые расписывали Палихом, вот эти вот, знаете, вот иконописная техника, плоские изображения. Все то же самое, только на новые сюжеты. Там пионеры судят Бабу-Ягу, или там коммунисты расстреливают белогвардейских предателей. Библейский сюжет, фактически библейские персонажи, только, так сказать, форма другая. Поэтому все, что сейчас происходит в стране, это попытка найти что-то нас объединяющее, вот какую-то эту самую пресловутую национальную идею. Но опять-таки это все опять базируется на том, что уже было. И в этом, мне кажется, основная проблема. Да, в советские времена была попытка создать нового человека, человека советского, и вообще, так сказать, это была коммунистическая идея, направленная в будущее. Она, как известно, в итоге потерпела фиаско, не выдержала соревнования с американской моделью общества потребления. Ну, понятно, мы все, так сказать, стали свидетелями. Поэтому это действительно серьезная проблема. Я понимаю людей, которые находятся сейчас у власти, но, на мой вкус, попытка выстроить сейчас новый виток, это опять религия и церковь, которая, на мой взгляд, нечеловечески далека от собственной паствы, является просто еще одним министерством, дополнением к уже существующим. На мой взгляд, это не работает. Люди у нас, да, там 85% православные, но из них выцерковленных, там, десятые доли процента, серьезно. Более того, это не всегда имеет отношение к вере. Попытка выстроить национальную идею на великой победе, не изучая и умалчивая трагические стороны войны, например. Вот то, что мы в последние месяцы наблюдаем, вот этот всплеск гиперпатриотизма. Это, конечно, здорово, но надо знать и негативные стороны, надо реализировать, и вообще к Второй мировой войне надо относиться, как это не относится в Европе, на мой вкус, как не к поводу побряцать оружие в сложной геополитической ситуации, а как к большой общеевропейской трагедии, как к ней относятся и во Франции, и в Германии, тогда, несмотря на то, что это были, так сказать, противоборствующие стороны. Мне кажется, что национальная идея наиболее привлекательная, которая могла бы при наличии политической воли и, возможно, своеобразного политика комикадзе в главе страны, это все-таки схожая с американской национальной идеей. Американцы совершили вообще удивительный эксперимент. Это вот американская мечта, которая реально работает, и президент Обама, как бы к нему ни относились, он как раз прообраз того, как 50 лет назад это была абсолютно шовинистическая, ненавидящая черных людей страна, а сейчас президент страны черной, он еще и сын эмигрантов прямых, который только, вот он родился, они только приехали в Соединенные Штаты. Мне кажется, что вот Россия страна возможностей, не декламируемая, просто формальный слоган одной из крупных госкорпораций, а действительно, чтобы это была страна возможностей, чтобы это было комфортное для жизни государство, и люди бы отвечали за жизнь государства не на большом уровне парламентском или большой политике, а именно на уровне жизни собственного двора, были ответственные за свой маленький бизнес и так далее. Государство все бы сделало для того, чтобы это развивалось. Вот это была бы национальная идея России в 21 веке. А на нее уже можно вешать все, что угодно. То, что американцы сейчас делают, например, это технологическое лидерство, всасывая в себя, так сказать, все самые прогрессивные ученые кадры со всего мира и так далее. Это все уже на это бы постепенно бы навешивалось, навешивалось. Сюда бы и попали бы и хорошие дороги. Это все автоматически бы появилось в нашей жизни. А этого нет. И поэтому все национальные идеи, которые предлагаются сверху, и попытки объединить общество, это все очень искусственно. И это работает только до тех пор, пока мы имели сверхприбыли, перераспределяемые от нефти и газа. Сейчас бабки закончились, сразу появилась необходимость в искусственных методах. Они не сработают, как только людям окончательно будет нечего есть. А это когда произойдет, потому что кризис только набирает обороты. А это когда произойдет, потому что кризис,